Вы объединили в понятии химиоперфузии абсолютно различные методики. И я больше даже хотела сказать о ситуации ПИПАК, которую вы тоже сюда отнесли, где как раз под давлением внутри брюшина вводится, наоборот, меньшая доза, существенно меньшая доза препаратов. Там используется доксорубицин и цисплатин. В дозе 1,5 мг на метр квадратный доксорубицин и 7,5 мг на метр квадратный цисплатин. Основоположником, в общем-то, методики, таким вдохновителем был Марк Реймонд. И в нашем центре, я представитель Института Герцена из Москвы, у нас в России наибольший, может быть, даже уже и где-то в мире чуть больший опыт. У нас более 140 пациентов и около 300 процедур выполнено. И абсолютно существуют четкие разделения. Если выполняется, когда можно говорить о хайпек, например, при том же раке желудка, тогда, когда есть возможность выполнить действительно ЦЦ0, ЦЦ1, может быть, максимум, циторедукцию. Если индекс перитениального канцерматоза таков, что он не позволяет рассчитывать на радикальное удаление всех очагов, вот здесь можно прибегнуть к методике уже ПИПАК с очень хорошими результатами. Действительно, очень перспективная методика и позволяет абсолютно как бы безнадежно больным. У нас есть люди, которые наблюдаются уже более двух лет, продолжают жить. Поэтому здесь разные методики, которые были объединены понятием химио-перфузия, имеют абсолютно разную популяцию больных, которым должны применяться. Да, конечно, спасибо за комментарий. И я с вами абсолютно согласен. И почему из моего доклада показалось, что я думаю по-другому, непонятно. И, насколько я знаю, я даже могу прорекламировать институт Герцена, потому что, насколько мне известно, поправьте меня, если я ошибаюсь, именно ваша клиника принимает участие в международном исследовании по ПИПАКу. Правильно, да? Нет, насколько я знаю, международное исследование у нас нет. Нет, 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 принимают участие. Я забыл только, то ли в гастрит... Андрей Азбранд меня, может быть, подскажет, в каком из исследований касательно применения ПИПАК при раке желудка принимает участие группа из Москвы. Не знаете? Давайте, может, по сути тогда вопрос. Ну, я, по сути, ничего, я могу только с вами согласиться, но вы не можете не согласиться со мной, что ПИПАК, что ПИПАК – это один из вариантов новопережной химиоперфузии. Я думаю, что мы подходим к тому, что мы и в хирургии имеем тоже индивидуализацию в выборе лечения под методику. Хорошо? Да, это замечательно. Поэтому все это включено в эту секцию, посвященную индивидуализации. Итак, мы голосуем, да? Что мы сделали бы пациенту, который имеет… Напомню, пациент… Нет, 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 еще не было голосования, да? Это пока еще только запуск системы, я так понимаю, да? Уже было голосование. По предварительным данным за операцию с химиоперфузией проголосовало 65%. Нет, 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 вот сейчас идет голосование. Да. Сейчас голосуем, да? Нет, нет, нет. Сейчас голосуем. Нет. Нет. Это голосование. Нет. 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 Продолжение следует...